Всем привет, с вами Филипп Березин и новости зарубежной недвижимости от Приан. Сегодня отвечаем на вопросы, как россиянам в настоящий момент купить жилье в Испании, что вообще себе думают власти Турции, где в мире цены падают больше всего. Начинаем. Спрос на испанскую недвижимость со стороны россиян вырос. Это данные Генерального совета нотариусов страны. За первую половину года наши соотечественники купили на Пиренеях 2200 объектов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, но не забудем про эффект низкой базы. Вспомните шоки февраля-июня 2022 года. Да и сейчас вклад россиян в масштабах Испании не слишком-то велик. Европейцы, британцы, немцы, французы в первую очередь, покупают здесь не тысячами, а десятками тысяч. Но интересен сам факт. Получается, в Европе купить можно, причем не теоретически, а вполне себе практически. Конечно, большую часть сделок, возможно, даже абсолютно большую, совершают обладатели европейских ВНЖ, те, у кого нет проблем со счетами и пересечением границ. Впрочем, возможности есть и у нерезидентов. Нет закона в Испании, который запрещает покупать недвижимость россиянам. Мы, как застройщик, принимаем деньги в основном сейчас третьих юрисдикций. Казахстан, Армения, Грузия. Отправка денег должна идти с вашего счета на застройщика. Все контракты, резервы, публикодажи мы предоставляем. Въяснить, безусловно, нужно происхождение денежных средств в банку. Как правило, это документы, подтверждающие ваш доход, справка с работой и два ДФЛ за 22-23 год, либо декларация. Оплата непосредственно на счет продавца, причем из нероссийского банка, мера, по сути, вынужденная. Из российского в недружественную страну просто запрещено, а счет в испанском банке, если заходишь с улицы, россиянину, конечно, не откроют. А даже если и откроют, такие примеры есть, под покупку недвижимости с проплаченным контрактом резервации, все равно счет этот будет иметь санкционное ограничение в 100 тысяч евро. Поэтому следующий для большинства не просто финальный шаг, но даже цель, это не недвижимость, а получение резиденции. Ведь когда вы приносите подтверждение ВНЖ в банк, в течение обычно пяти рабочих дней ограничения по сумме на счету снимаются. А вид на жительство в Испании и сейчас получают по разным основаниям. Это и студенческие ВНЖ для цифровых кочевников, но, конечно, не они самые популярные. В основном россияне оформляют сейчас вид на жительство по финансовой независимости. Это очень интересная программа с точки зрения того, что вы остаетесь налоговым резидентом Российской Федерации. Вы можете иметь недвижимость, собственность или длительную аренду. Этот вид резиденции предполагает, что один из ваших заграничных паспортов находится на территории Испании 183 дня для продления. Второй тип резиденции, который также пользуется спросом, это инвесторская резиденция или золотая виза. Она подается прямо с территории королевства в Испании и в течение 14 дней у вас положительное решение. Но нужно понимать, что подаваться на инвесторскую резиденцию мы можем тогда, когда мы высветились в регистре собственников, как собственник недвижимости. Одной суммарно на 500 тысяч, либо нескольких суммарно на 500 тысяч евро. Итак, главные выводы. В Испании покупку совершить можно. Да, это безусловно сложнее, чем два года назад, но легальные и в общем прозрачные пути есть. Примеры объектов в Испании в описании к этому сюжету. Опубликовал традиционную статистику Global Property Guide. Динамика цен на недвижимость по всему миру. На этот раз данные на середину 2023 года. С одной стороны, ничего сенсационного. Ситуация в мире не ахти. Оптимизма нет. Совсем слабые рынки Северной и Центральной Европы, Швеция, Германия, Австрия, задушенные в моменте слабым спросом и высокими ипотечными ставками. Здесь даже в абсолютных цифрах цены снизились. А с учетом инфляции, кстати, лишь в 20 странах из 62, по которым есть статистика, они остались в плюсовой зоне. Любопытное наблюдение. Страны, где россияне покупают активнее всего, по-прежнему в плюсе. Причем позитив на некоторых рынках определяет именно этот интерес. Разумеется, не только наш, а в целом интерес иностранцев. Например, востребованные у всего мира Эмираты по росту цен четвертые. А Грузия, вот здесь как раз граждане России на особым счету, на восьмом месте. Хорошо чувствуют себя рынки Южной Европы. Кроме испанского, это греческий, португальский, кипрский, где доля иностранных покупателей традиционно велика. Отдельно упомяну Египет, который интересен нам все больше. 33% рост в номинальных ценах, конечно, производит впечатление. Но вот тут надо учесть, что с учетом инфляции на главном у нас африканском направлении падение. Впрочем, это значит, что цены тут все еще конкурентные. Но, конечно, всем странам по динамике далеко до Турции. Общая инфляция и внутренний спрос по-прежнему гонят цены вверх. А вот иностранцы к этому росту отношения, кажется, уже не имеют. Доля сделок с ними в Турции в начале осени уже менее 3%. Хотя россияне стараются как могут. Вот в сентябре опять более 700 покупок. Впрочем, это число в ближайшее время может как резко снизиться, так и возрасти. Почему? Через несколько секунд. В Турции на самом деле творится черти что. За двумя сюжетами мы следим буквально в режиме реального времени. Вот-вот, даже не исключено, что прямо когда вы смотрите наш выпуск, в стране должны изменить условия краткосрочной аренды и принять закон о правилах выдачи ВНЖ. Оба вопроса болезненны и для турецкого общества, и, разумеется, для иностранцев. Поэтому надо быть очень осторожным в формулировках. Реально, по обоим вопросам, финальный текст законов по состоянию на утро пятницы 27 октября не опубликован. А вот слухов множество. По ВНЖ, да, рассматривается закон, по которому получить вид на жительство смогут собственники недвижимости с кадастровой стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Но, похоже, продлевать право на пребывание в стране можно будет вне зависимости от цены объекта. Есть еще неподтвержденная информация, что если недвижимость стоит дешевле, заявитель тоже сможет стать резидентом, заплатив какой-то налог. Правда, сумму его никто не называет. Власти Турции, как известно, последний год условия выдачи ВНЖ по-всякому усложняют. Но все-таки кажется, 200-тысячный порог, если он будет принят, станет уже не порогом, а барьером. По будущему закону о краткосрочной аренде определенности еще меньше, потому что обсуждаемых условий больше. Вроде как ее разрешат в жилых комплексах, которые выглядят как гостиницы, то есть с ресепшеном, охраной, тренажерным залом. И вроде как соответствующее разрешение девелоперы смогут получать еще по ходу строительства. Но как будет решаться вопрос в уже построенных проектах? Тем более небольших, но из-за этого не менее востребованных у арендаторов. Безусловно, многих собственников шокировало требование получать разрешение на сдачу от всех жильцов в комплексе. Понятно, что практически оно невыполнимо. Но в середине недели глава ассоциации подрядчиков Алании Мустафа Кючукер заявил, что от этого условия, кажется, удалось отбиться. Но опять-таки непонятно, удалось по всей стране или только в популярнейшем, но все-таки локальном городе. То есть на местах с ужесточениями борются. И тут понятно, что если получать доход с турецкой недвижимости будет проблематично, иностранцы выводы сделают. Так или иначе, правила краткосрочной аренды должны вступить в силу с начала будущего года. До этого времени мы с вами встретимся не раз и не два, поэтому будем держать руку на пульсе. Что ж, если наши новости были полезны для вас, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нам будет приятно. Также подписывайтесь на наш канал, скоро у нас, среди прочего, появятся дивные видео из Греции. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале, а пока прощаюсь на неделю. Всем мира и безопасности!